Это резервы, луки, языки, которые содержатся правилами произношения слов. Хорошо, записываем это определение, садись. Правильно читать слова и расставлять ударения. Программа седьмого класса этим ребятам дается нелегко. В свое время они часто прогуливали школу. Теперь заполнять пробелы в знаниях им приходится в следственном изоляторе. Практически весь материал дается им очень трудно, с трудом они справляются с ним. И сегодня вы поняли, что мы взяли такую тему, которая немножечко попроще для них. И поэтому они легко ориентируются в ней. Хотя вы заметили, что ошибки все равно появляются в ответах. На изучение нового материала и повторение старого у них есть только один час в месяц. Чтобы проводить уроки на регулярной основе по закону, необходимо набрать класс из девяти человек одного возраста. Сейчас в СИЗО номер три под стражей находятся три подростка. На время следствия и в ожидании приговора суда все свободное время они посвящают самообразованию. Для этого у них есть вся необходимая литература, уверяют специалисты. С ребятами, которые оступились и за которыми не доглядели взрослые, вот уже 14 лет работают педагоги 25-й школы. Они самостоятельно добираются до мест не столь отдаленных. Организуется учебный процесс в виде консультации. То есть основная форма обучения – это все-таки самообразование. А учителя уже помогают какие-то сложные темы рассмотреть, может быть, более что-то подробно объяснить, рассказать. Консультации расписаны по расписанию. Конечно, этой возможностью пользуются все обучающиеся, причем они с интересом и с ответственностью подходят к этим мероприятиям. То есть очень внимательны всегда на консультациях, вопросы задают определенные. Но для качественного образования несовершеннолетних этого все равно недостаточно. Но тяга к знаниям у них есть, уверяют учителя. О том, почему ребята оказались здесь, педагоги не интересуются. Сотрудники учреждения, в свою очередь, о своих подопечных знают все. Как правило, эти юноши не раз попадались за кражи, угон автомобилей, распространение наркотиков. Семьи, которые слишком рано позволили своему ребенку принимать самостоятельные решения и своевременно не установили для него рамки дозволенного, сейчас вынуждены видеть его всего три раза в месяц. Сейчас несовершеннолетних закрывают вместо содержания подсторожений сразу. То есть перед этим, если они совершали проступки, с ними ведется большая работа как со стороны образовательных учреждений, полиции. То есть разъясняются родителям, как они должны вести себя с детьми, что они допустили, какие меры они должны были бы предпринять. И вот уже если они совершили преступление, которое подразумевает под собой уголовную ответственность, только тогда в этом случае ребенок попадает в места содержания под стражей. Но даже здесь право на образование у них никто не отменял. Наоборот, заключенные, не достигшие 30 лет, обязаны посещать занятия. С 2005 года в этих стенах получили образование 368 человек. 132 из них успешно освоили программу. 31 человек получил аттестата. В прошлом году один из обвиняемых на базе учебно-консультативного пункта сдал единый государственный экзамен. Однако удалось ли ребятам применить полученные знания в реальной жизни, неизвестно. За судьбой бывших заключенных сотрудники службы исполнения наказания не следят. Татьяна Жданова, Сергей Павлов. Новости.